В ходе онлайн-брифинга руководитель отдела финансов Алия Кожебекова рассказала, что за 2020 год в городе и посёлке Солнечный 664 квартиры получили очередники из категории сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, социально уязвимых слоёв населения и работников бюджетной сферы. Работа в данном направлении продолжается. Мы, кроме того, предоставляем квартиры со вторичного жилищного фонда, то есть из тех квартир, которых высвобождаемых квартир, также в порядке очереди предоставляется жильё из вторичного жилищного фонда. Встать в очередь на получение жилья через портал ЕГОВ могут экибастузцы и жители сельской зоны, относящиеся к вышеперечисленным категориям населения, а также участники войны в Афганистане, военнослужащие, получившие ранения, сотрудники спецорганов с 20-летним стажем, ликвидаторы последствий аварии в Чернобыле и казахстанцы, жившие в районе Семипалатинского полигона во время ядерных испытаний. Часто задают вопросы граждане на WhatsApp, оставляют вопросы и в соцсетях, каких можно ли стать на очередь, имея прописку в другом городе. Нет. Обязательные условия при постановке на очередь, это регистрация в данном городе, то есть в городе ЕГОВ, наличие, отсутствие жилья. В случае, если ранее было жилье, то с момента отчуждения должно истечь 5 лет. То есть по истечении 5 лет с момента отчуждения ранее имевшего жилья только возможно встать на очередь. В ходе брифинга также был поднят вопрос о передаче квартир во временное пользование. В них очередники могут проживать до тех пор, пока не получат жилье от государства. Коммунальное жилье могут приватизировать бесплатно участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1-й и 2-й группы, лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, полученных при защите бывшего Союза Советско-Социалистических Республик, граждане, пострадавшие вследствие экологического бедствия приоралия, военнослужащие и сотрудники специально в государственных органах, имеющих услугу 20 лет и более, жертвы политических депрессий, сотрудники органов внутренних дел, имеющих услугу 20 и более лет. Вот такие категории имеют право приватизировать бесплатно жилье из Коммунального жилищного фонда. Также очень часто задаются вопросы, как определяется остаточная стоимость жилья. Остаточная стоимость жилья определяется согласно правилу приватизации жилища из Государственного жилищного фонда. В данных правилах, в соответствии с пунктом 18, оговаривается, что после принятия решения жилищной комиссии о приватизации жилья органам, предоставляющим жилище, производится расчет остаточной стоимости согласно приказу министра финансов от 3 августа 2010 года, 393 номер, о подтверждении правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях. Согласно данного приказа, государственные учреждения для начисления амортизации долгосрочных активов используют годовые нормы износа по долгосрочным активам государственных учреждений, то есть применяется 2% от первоначальной стоимости. Квартиры, выданные переселенцам по программе Нурлежер, приватизации не подлежат. Также очередник может выбрать квартиру на вторичном рынке через Отбасыбанк. В этом году выдача жилья будет продолжена. Весной будут переданы ключи от квартир в шести девятиэтажных домах в девятом микрорайоне. Кроме того, планируется строительство еще восьми жилых домов.